Субтитры подогнал «Симон» Был он тайн и загадок, однако внезапные исчезновения людей являются настолько странными и необъяснимыми, что порождают немало мифов и порой самых невероятных легенд. Особенно, если пропадает целая группа людей, деревня или самолет с пассажирами. Загадочные происшествия, таинственные исчезновения, необычные и непонятные события всегда будоражили фантазию и приковывали внимание человечества. Сегодня мы поговорим о самых громких и необъяснимых случаях массовых исчезновений. Эскимосское поселение на озере Ангикули 12 ноября 1930 года произошло одно из самых загадочных событий нашей планеты, объяснение которому не найдено до сих пор. Джо Лабль, возвращаясь с охоты, планировал сделать привал в эскимосской деревушке Ангикуни, где всегда были рады гостям. Вот только Лабль никого в деревне не нашел. Местные как сквозь землю провалились. Не было даже животных. Охотник начал заглядывать в дома и обнаружил странное. Везде были растоплены печи, на которых готовилась еда. Теплая одежда и оружие лежало на своих местах. Где-то на столах Джо нашел незаконченные поделки из меха, которые местные делали на продажу. Складывалось ощущение, что обитатели Ангикуни покинули свои дома совсем недавно, при этом не взяв с собой ничего. Но в то время вокруг озера уже лежали большие снежные сугробы, и если жители покинули деревню недавно, их следы должны были отпечататься на поверхности. Джо Лабль не стал останавливаться в деревне и, дойдя до следующей, связался с полицейским участком. Как оказалось, Джо обнаружил не все пугающие детали. Недалеко от поселения полиция обнаружила десятки трупов ездовых собак, которые скончались от голода. На вопрос, почему местные не забрали с собой животных, являвшихся их главным средством передвижения, полицейские ответить не смогли. Также исследователи обнаружили, что на местном кладбище, расположенном недалеко от деревни, все могилы были вскопаны, а тела бесследно исчезли. Кроме того, один из охотников, прибывших к месту исчезновения, заявил, что несколько дней назад видел в небе странный светящийся объект, который направлялся в сторону озера. По словам жителя, он не был похож на природное явление или грозовое облако. Он, скорее, напоминал какое-то механическое сооружение, парившее в воздухе. Это заявление и загадочное исчезновение двух тысяч жителей деревни произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди со всего мира стали строить догадки относительно того, что же произошло в Ангикуне и куда пропали ее обитатели. Выдвигались самые разнообразные версии, от нападения инопланетян до происков злых духов, которые владели озером. Однако канадская полиция отказывалась верить в сверхъестественное и после нескольких месяцев расследования сообщила о финальной версии произошедшего. Согласно ей, жители поселения приняли решение покинуть свои дома и найти более удобное место для жизни. Конечно, в заключение полисменов не поверил практически никто. Ведь в эту картину не укладывались ни погибшие от голода собаки, ни отсутствие следов на снегу, ни тот факт, что местные оставили в домах свои вещи и оружие, без которых выжить в тех местах было практически невозможно. Однако, несмотря на неоднократные попытки установить истину, это массовое исчезновение и по сей день остается нераскрытой загадкой. Ответ на которую вряд ли когда-нибудь найдется. Хойер-Верде История исчезновения жителей деревни Хойер-Верде в Бразилии похожа на сюжет фильма ужасов. Однако тот факт, что все это произошло в реальности, пугает гораздо больше выдумок сценаристов. В феврале 1923 года группа туристов случайно забрела в небольшую деревеньку Хойер-Верде, чтобы немного передохнуть и поесть. Об этой местности было известно немногое, однако уставшие путники были уверены, что найдут в поселении ночлег и немного воды, а также смогут познакомиться с местными жителями. К сожалению, надежды туристов не оправдались. Зайдя на территорию деревни, они были ошеломлены увиденным. Поселение было абсолютно пустым. Там не было людей, животных и даже не было слышно пения птиц или стрекотания насекомых. Испуганные путешественники приняли решение покинуть деревню и сообщить о случившемся в полицию. После чего туда была направлена группа солдат национальной армии Бразилии для проведения расследования. Прибывшие на место солдаты подтвердили все сказанное туристами. Деревня действительно была совершенно пустой. Однако все выглядело так, как будто люди покинули свои дома совсем недавно. Как и в предыдущих случаях, кое-где на огне готовилась еда, были включены радиоприемники и сушилось белье. Также солдаты обнаружили несколько ружей, из которых, как выяснилось, недавно производились выстрелы. А в здании школы на доске были написаны слова «Спасения нет». К слову, расследование этого дела было довольно скоро прекращено. А данные о 600 пропавших жителях так и остались засекречены. Сегодня информации о поселении крайне мало, и никто с уверенностью не может сказать, что же на самом деле произошло в Хойерверде, и что означала та пугающая надпись на школьной доске. Древняя цивилизация Анасази Культура Анасази или «Предки Пуэбло» – доисторическая и довольно развитая индейская культура, существовавшая на территории современного региона на юго-западе США, известного как «Четыре угла». Для культуры Анасази был характерен собственный стиль керамики и сооружения жилищ. Наиболее известными памятниками древних Пуэбло, вероятно, являются каменные и глинобитные постройки вдоль утесов. В эти деревни, которые испанские завоеватели называли Пуэбло, люди могли попасть только взобравшись на скалу, нередко при помощи каната. Древние Пуэбло также известны уникальным стилем керамики, который в настоящее время высоко ценится из-за редкости. Они также создали много петроглифов и пиктографических изображений. Анасази оставили после себя большое наследие, однако последние находки датируются XIII веком, а после этого они просто исчезли. Споры историков и археологов по этому вопросу продолжаются до сих пор, но окончательного ответа так и не получено. Существует версия об инопланетном происхождении древних Анасази. Среди современных племен есть те, что называют себя потомками древней цивилизации. Они утверждают, что они вернулись домой. Что интересно, слово Анасази на древнем языке Наваха означает «древние пришельцы». Индийское искусство показывает, что, возможно, название не взято случайно, потому что на скальные рисунки изображают странные персонажи, не похожие на людей. Норфолский полк Целый британский полк вместе с офицерами, штурмовавший позиции турецкой армии под Галлиополе, вступил в лес и пропал из виду. Не было слышно ни выстрелов, ни малейшего шороха. 260 человек просто исчезли без следа. В отчетах британской кампании говорилось о том, что полк поглотил туман неясного происхождения. Но этот скоропалительный вывод только запутал ситуацию. Конечно, легче было обвинить в этом темном деле турецких военных. Дескать, они неизвестным образом погубили кучу народа. Однако никто из них не знал даже о существовании подобного подразделения. Англичане, будучи победителями, начали поиски Норфолкского полка. Поначалу им сильно повезло. На поле сражений они нашли кокарды, сапоги, погоны военнослужащих, которые подтверждали принадлежность к пропавшему подразделению. А найдя сотни трупов в одной деревне, они поспешили сказать, что полк геройски погиб в бою. Хотя даже невооруженным глазом можно было заметить некоторые несоответствия. К примеру, складывалось впечатление, что убитые были сброшены с огромной высоты. Об этом свидетельствовали многочисленные переломы и их разбросанность по территории. В начале 70-х годов прошлого столетия, когда архивы по таинственному исчезновению Норфолкского полка стали достоянием гласности, в научном мире начался настоящий бум. Каждый из ученых выдвигал свою гипотезу исторического происшествия. Британские уфологи утверждали, что облаком неясного происхождения было НЛО. Тайна Марии Целесты Легендарная бригантина заставила мир говорить о себе в начале декабря 1872 года, когда ее обнаружили в открытом море, перемещающийся по воле волн. Находящийся на борту груз был в целости и сохранности, а вот экипаж бесследно исчез. Проведенное по данному делу расследование так и не смогло пролить свет на происходящее. Неразвеянный покров тайны до сих пор приковывает внимание людей со всего мира к загадке Марии Целесты. Мария Целеста вышла из порта Нью-Йорк 10 ноября 1872 года. На борту у нее находилось 1700 бочек коньячного спирта-эректификата, которые она должна была доставить в Геную. Экипаж бригантины состоял из 8 человек. Капитаном был Брикс, опытный моряк, имеющий 20-летний стаж плавания на парусных судах. Путешествие обещало быть рядовым, поэтому капитан взял с собой свою жену Сару и двухлетнюю дочь Софи. 4 декабря 1872 года в точке в океане был обнаружен корабль, в котором опознали Марию Целесту. Бригантина представляла собой странное зрелище. Передвигалась причудливым образом, разорванные снасти свисали в воду, часть парусов порвана, а оставшиеся поставлены на разные галсы. Экипажа на судне не было обнаружено. При осмотре нашли судовой журнал, последняя запись была сделана 24 ноября 1872 года. В результате осмотра было установлено, что бригантина не имеет видимых повреждений. На борту имелся полугодовой запас провизии и достаточное количество пресной воды. Отсутствовала спасательная шлюпка. Груз пребывал в полной сохранности, но в одной из бочек не хватало третьей содержимого. В кают-компании была расставлена посуда, стояла швейная машинка с незаконченной детской рубашкой. На письменном столе лежала грифельная доска, на которой делают предварительные записи перед их занесением в судовой журнал. На ней было указано, что 25 ноября бригантина находилась в шести милях от острова Санта-Мария, одного из Азорских островов. Как было выяснено при расследовании, эта запись была сделана не членом экипажа. В шкатулке, которую ДВО нашел в ящике стола, лежали драгоценности и деньги, английские фунты и американские доллары. С самого начала это дело вызвало много слухов и домыслов. Еще больше загадочности в расследовании привнес факт спуска спасательной шлюпки с наветренной стороны и обнаружения двухметровых надрезов, расположенных над ватерлинией в носовой части с обоих бортов судна. Предположительно, надрезы были сделаны в начале ноября. Каждый день расследования добавлял новые факты и вопросы, но ответов на них не было. Что же произошло с Марией Целестой на самом деле? Возможно, привлекательность тайны Марией Целесты состоит в том, что достоверные ответы на все вопросы вряд ли когда-нибудь будут получены. Но из множества версий каждый человек может выбрать себе любую или придумать собственную. А какие вы знаете массовые случаи исчезновения людей? Поделитесь с нами в комментариях. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»